9 октября в городской администрации прошло заседание общественного комитета по проведению подготовки новогодних праздничных мероприятий. Об этом смотрите в рубрике «Город сегодня, город завтра». Члены ОРК-комитета уделили особое внимание трем вопросам. Первое. Утверждение схемы строительства зимнего городка на Комсомольской площади. Второе. Праздничное оформление города к новогодним и рождественским праздникам. Праздничное освящение города. Ответственный Виктор Алексеевич Волынкин, генеральный директор ООО «Аркос». Третье. Утверждение плана новогодних праздничных мероприятий в городе Амурске. По первому вопросу свои предложения высказал Владимир Лазовский, автор проекта «Зимнего городка». А по рейдовому городку, значит, первое. Это вот в прошлом году мы выставляли колонны на входе, а ты видишь по Комсомольскому, вот эта вот картинка. Колонны были, а ничего не было подвешено. То есть в этом году предлагается на этом месте разместить год на этих колоннах на тросах. Второе изменение по самому собору. Дело в том, что он уже много лет стоит и немножко поднадоел. Надо годика два сделать перерыв, потому что, в принципе, конструкция-то неплохая. Но когда мы начинаем строить, все такие, о, опять то же самое. И немножко даже неприятно, вроде занимаешься делом, а вот такие вот. Хотя мы делаем в большей степени для детей, они растут как грибы. И для них все это новое. Значит, предлагается что? Во-первых, изменить освещение в верхней площади. Только тогда мы можем подсветить в собор. Это вот новая конструкция, она изменена. Подсветить светодиодами, она будет смотреться неплохо, потому что мы уже в прошлом году испытали подсветку льда на кольцо самой елки. Вот. И, в принципе, объем работы такой же, а вот высотка льда выше. То есть мышку полаубираем, что же поднять. И у нас дневной вид общества. Также будут установлены пять ледяных пирамид с подсветкой. Традиционно останется горка-нырялка, карусели и елка на верхней площади. У нас елка работает. Поэтому та затопка, которая была до нас еще, она, конечно, надо ее модернизацией заниматься. Но все-таки же бегучие, если начать, какие фонарики, бегучие, то все. Еще плюс сегодня мы заменили, поэтому, по-моему, на другие, да, глианты заменили на более-таки, значит, не мощные, но интересные. Поэтому она, в принципе, смотрится. Подсветка, которую вы делаете, ну, я имею в виду вокруг это, ну, это оформление вокруг елки, она тоже с подсветкой, она, конечно, смотрится. Если мы сегодня тратим где-то в пределах миллиона на сегодня, я имею в виду, на оформление городка, то, извините, выражая, значит, Тиховаровский и Комсомольский, которые тратят, наверное, не один, значит, именно миллион рублей и так далее, до десятки миллионов рублей. Поэтому здесь смотреть надо, не от жира беситься, можно все наделать. Но должно быть красиво, интересно, скромно в этом направлении, то, что мы и делаем. На нижней площади будет установлен символ Нового года, выполненный в композиции в виде облаков, состоящих из двух стен полудук, в форме раковины изо льда и лошади, прикрепленной над ними, сделанной из толстостенной фанеры. Верхняя часть льда облаков будет подсвечиваться в вечернее время. Для взрослых ребят будет сделана традиционная ледяная горка. Также обсуждалось освещение вдоль Комсомольского проспекта. Были предложены различные варианты. К этой теме было принято решение вернуться через неделю. По третьему вопросу был утвержден план новогодних праздничных мероприятий в городе Амурске. 25 декабря состоится открытие зимнего городка в 18.30. 28 декабря открытие зимнего городка в 8 микрорайоне в 18 часов. 22 декабря во Дворце культуры пройдет праздничное представление для детей с ограниченными возможностями. Начало в 12 часов. 23 декабря во Дворце культуры состоится новогодний утренник для ребят из детских домов. 3 января Дворец культуры ждет детей и их родителей на новогоднее праздничное представление. Подготовка к праздничным мероприятиям на личном контроле главы городского поселения города Амурск Бориса Редькина.